Мы в Екатеринбурге, на заводе Весталь. Здесь, в цехе холодной прокатки, производят самый умный и высокотехнологичный металлопродукт в мире – трансформаторную сталь. Путь от сырья до готовой продукции занимает более месяца из десяток технологических операций, переделов на языке металлургов. Они буквально на атомном уровне меняют структуру стали. Как это происходит, сейчас покажем. Трансформаторная сталь производится из горячекатанного подката, в котором много кремния и мало углерода. Такой металл поступает на Весталь с Новолипецкого металлургического комбината, флагманского предприятия группы НЛМК. Длина орлона – полкилометра, толщина металла – 2,5 мм. Вначале металл, словно тесто, раскатывают на стане 1300. Пройдя через волки, полоса становится втрое тоньше и длиннее. А главное – увеличивается магнитная проницаемость металла. Дальше сталь попадает в ванны с обезжиривающим раствором. Это сродни мытью посуды с фейерем. Когда жира на полосе не остается, сталь уходит в башенные печи. Здесь при температуре 800 градусов из металла выжигают вредный для трансформаторной стали углерод. После этого снова прокатка, но уже на другом стане и в конечную толщину. А она доходит до 0,23 мм. Это почти как человеческий волос. На следующем переделе на металл с двух сторон наносят термостойкое покрытие на основе магния. И рулоны снова сажают в печи. На сей раз колпаковые. Здесь при температуре до 1200 градусов они томятся 10 дней. Затем на металл наносят еще одно покрытие – электроизоляционное. После всех этих операций сталь выглядит как слоеный пирог и обладает уникальными свойствами. Когда речь идет о сложнейших процессах, происходящих буквально на атомном уровне, нельзя ошибиться ни на градус, ни на миллиметр. Поэтому на Вистале качество обработки полосы на каждом переделе контролируют цифровые системы. Подробнее о них в следующем выпуске.